МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня. О самых заметных событиях в городе и области готовы рассказать корреспонденты ОРТ и я, Данил Добрин. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новым победам. Клуб Оренбург на сборах в Австрии. Медицинский Олимп Оренбуржья. В преддверии профессионального праздника в Оренбурге состоялось торжественное награждение работников сферы здравоохранения. Среди них те, кто удостоен почетных медалей и премий. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры, скорой помощи. Люди, которые встали на защиту здоровья жителей области в период пандемии. В зале правительства весь свет Оренбургского здравоохранения. Здесь те, кто сегодня получают премию профессионального призвания. Ежегодно это несколько номинаций, но 2020-й был особенным. Поэтому в этом году номинация одна за самоотверженный труд и профессионализм в борьбе с COVID-19. В числе первых награды получают 38 медучреждений, в которых были развернуты ковидные госпитали. Победителем конкурса стал коллектив 2-й областной клинической больницы. Там оперативно перепрофилировали несколько отделений под ковидный госпиталь. В пик заболеваемости здесь смогли принять более 700 пациентов. 120 из них находились в тяжелом состоянии. Но медики признаются, что не справились бы без поддержки со стороны. Этот год действительно был беспрецедентным по той помощи, которую получали медики. Простые люди, коллективы, кто-то нас кормил, кто-то цветы дарил, кто-то деньги приносил в больнице, в Минздрав. Кто-то просто моральную помощь оказывал. Это тоже очень-очень важно. Награды получают десятки медицинских работников. В их честь сегодня звучат слова благодарности от официальных лиц. Но еще больше могут сказать пациенты. Те, кто без усилий врачей и медицинских сестер не справились бы самостоятельно с опасным недугом. Ольга Энгельс, Павел Чекмарев, Новости дня. А теперь о происшествиях. Трагические события разыгрались в Октябрьском районе. В водоеме возле поселка Нижний Гумбет обнаружены тела детей. Погибшим было 6 и 11 лет. В подробностях происшествия разбираются следователи. Предварительно установлено, что компания троих детей отправилась на водоем целенаправленно. Они хотели искупаться. Небольшое озерцо за селом не предназначено для отдыха. Когда одна из девочек не смогла выбраться на берег, старшая побежала за помощью. Прибывшие на место взрослые вытащили из воды тела малышей уже без признаков жизни. Погибшие были братом и сестрой. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии. Почему дети остались без присмотра взрослых и что за водоем вблизи населенного пункта? На эти вопросы предстоит найти ответы следствию. Сегодня тело еще одного ребенка обнаружили в районе города Орска. Водолазы обследовали дно озера в поселке Крыловка. Накануне были объявлены поиски девочки. Сообщалось, что она после школьного лагеря пошла купаться и пропала. Вещи 12-летней нашли на берегу. По данному факту проводится проверка. В ДТП под Абдулина пострадали 6 человек. Как сообщают в ОМВД области, на автодороге Казань-Оренбург водитель иномарки, жительница Татарстана не справилась с управлением. Машина на повороте дороги вылетела через бордюрное ограждение, в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Во время удара сработали подушки безопасности. В результате аварии 6 пассажиров, среди которых несовершеннолетние, с различными травмами попали в больницу города Абдулина. По факту ДТП полиция проводит проверку. Люди против управляющей компании. К нам в редакцию обратились жильцы дома номер 10 по улице Ткачева областного центра. Пока в их дворе растет свалка мусора, подъезды покрываются грязью. Жильцы винят во всем новую управляющую компанию, которая приняла дом всего несколько месяцев назад. Наши корреспонденты побывали на месте и услышали все точки зрения. Нам приходится самим мыть полы, самим здесь убирать. А они деньги получают. Это за что мы платим тогда? Бутылки, пакеты, переполненные мусорные баки. Так выглядит детская площадка. По словам жильцов, дворники здесь нечастые гости. Убирают двор сами жители дома. В четвертой квартире сама снег убирала. Я, правда, по состоянию здоровья один раз выходила чистить снег. Подъездим, моем сами. Подметаем, моем сами. Уборщицы, по словам управляющей компании, здесь бывают постоянно. Но их работу жильцы не видели ни разу. И вот сегодня мифические персонажи, как думали сами жители, выходят из тени. С ведрами и чистящими средствами, направляются к месту работы. Но пусть в подъезд преграждают люди. У них накопилось много вопросов. Понимаете, здесь своего дворника нет. Поэтому у нас санитарная, каждый раз у нас санитарная пятница, мы приходим и убираемся. У нас же где-то не один дом, который брошен. Каждую пятницу приходите, вы что говорите-то? Вы раз в месяц приходите, раз в месяц. Для меня лично, я бы вот этот дом не убирала. Потому что здесь постоянно пьянки-гулянки. Кто, кто? Вы что говорите? У вас здесь во дворе, вот. Кто здесь? У вас здесь во дворе. По словам людей, проблемы начались три месяца назад. Старая управляющая компания от обслуживания дома отказалась. Стали искать новую. Заключили договор с управляющей компанией «Уралочка». Но вот только первоначальная радость сменилась множеством недовольств. Эта компания нам обещала вот так вот, вот так вот. Мы вам все сделаем. Мы вам и пошли смотреть этот канализацию, канализационные эти. Надо все, ой, мы вам поменяем, ой, мы вам то сделаем, мы это сделаем. Все, как только заключили договор, все, ничего не делают. Управляющие компании говорят, этот дом для них настоящая проблема. Уборщицы, дворники и слесаря, побывав там один раз, просто сбегают. Не выдерживают натиска жильцов. Ну, они говорят, там невозможно. Нас так контролировать, стоят возле нас и нам зачем это надо. Влажную уборку они выполняют два раза в месяц, летом. Вот. Каждую неделю мы убираемся. По пятницам. Управляющие компании добавляют. Активно ведут поиск нового персонала. Но пока жильцы не перестанут вести за ними такой тотальный контроль. Сделать это будет сложно. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. И к новым данным по коронавирусу в Оренбурге. Опасная инфекция за сутки унесла жизни пяти оренбуржцев. С начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли 1055 жителей области. Общее число заразившихся – 45 489 человек. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 75 человек. Справились с недугом и закрыли больничные листы 62 пациента. Сейчас прервемся и вот что будет во второй части программы. Отчет губернатора Оренбургской области. Как прошел 2020-й. Резкое похолодание и снова жара. Капризы природы в прогнозе синоптиков. Футболисты готовятся к новым победам. Клуб Оренбург на сборах в Австрии. Это новости дня. Мы продолжаем. В России замедлился рост цен на продукты и подешевело спиртное. За текущую неделю уровень инфляции в России несколько замедлился. Такие выводы аналитики делают согласно данным Росстата о росте цен на продукты питания. Эксперты проанализировали состояние рынка на прошедшей неделе. Уровень инфляции в стране составил 0,1%. Сохраняется тенденция к росту цен на овощи. Однако дорожают они меньшими темпами, чем в предыдущие две недели. Так лидирует по росту цен морковь. Она набрала более 10% за неделю. Картофель за это время подорожал на 7%, капуста почти на 4,5%. Кроме того, наблюдается рост на хлебобулочные изделия, правда, не очень значительный – менее 0,3%. Продолжает дорожать сахар, гречка и подсолнечное масло. Некоторые виды продуктов дешевеют. Касается это помидоров и огурцов. Продолжают терять в цене и яйца. Снижение составили сейчас более 4% за минувшую неделю. Незначительно подешевели пшеничная мука и макаронные изделия. Статистики отмечают, в стране за минувшую неделю немного упала стоимость водки – в районе 0,3%. К политическим новостям. Дату выборов депутата ЗАГСОБа 7-го созыва назначили на 19 сентября. Такое решение приняли на заседание парламентарии области. Сергей Грачев отметил, что фактически дан старт избирательной кампании. Также депутаты заслушали выступление двух кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Оренбургской области и отчет губернатора о работе правительства в 2020 году. Наша съемочная группа была на месте. Подробности у Натальи Мороз. Депутаты приступают к работе. На поездке дня 50 вопросов. В районе 40 минут заслушивает парламентарий речь кандидатов на должность уполномоченного по правам человека. Изначально претендентов было 7 человек, однако федеральная полномоченная по правам человека согласовала только две кандидатуры. Игорь Занездоров – один из них. Коротко изложу свою позицию кандидата на должность уполномоченного по правам человека. Как я вижу эту работу в случае избрания на эту должность. Второй кандидат – действующий омбудсмен Анатолий Чадов. На этой должности он уже два срока. 10 лет работы в должности мне позволили увидеть зоны роста Института правозащиты. За это время произошло его восстановление и укрепление. Сформировано законодательство, создана необходимая организационная, правовая, материально-техническая база, выстроены рабочие отношения с органами власти всех уровней, накоплен определенный опыт работы. Тайным голосованием депутаты в третий раз выбирают Анатолия Чадова. Оценить работу правительства области за 2020 год – основной вопрос повестки дня. Отчет представляет губернатор Денис Паслер. Глава региона начинает свое выступление с признанием, что год был непростой. 20-й год стал для нас годом вызовом. И я считаю, что мы справились со всеми испытаниями, которые нам приготовило это время. Пандемия не просто коснулась какой-то одной сферы. Мы действительно коренным образом перестраивали всю деятельность. Медицина, образование, работа предприятий, бизнес, социальная защита, культурная сфера, туризм, повседневная жизнь каждого человека. Буквально все направления мы организовывали с учетом пандемии. Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни. Ограничительные меры сказались на экономике. Глава региона подчеркивает, снизились инвестиции в промышленности и строительство. Но, вопреки ожиданиям, год оказался не столь критичным, как прогнозировали эксперты. Коррективы в экономику области внес не только коронавирус, но и цена на нефть. Она тоже была нестабильной в условиях всеобщего локдауна. Снизился и оборот торговли. Тем не менее, сохранены в области все региональные программы. Выполнены национальные проекты. Удалось даже привлечь дополнительные средства. Создаются условия для больших вливаний в Оренбуржье. По итогам предварительных переговоров реализовать свои инвестиционные проекты готовы уже 8 инвесторов, которые суммарно вложат более 9 миллиардов рублей в новые предприятия. Но наша реальная задача – кратно увеличить эту сумму по привлечению инвестиций. Отчет главы региона длится порядка часа. В завершении доклада Денис Паслер благодарит всех за проделанную работу. Этот год открыл в каждом из нас внутренний резерв. Показал, какими мы можем быть, столкнувшись с вызовом человечества. Этот опыт останется с нами и поможет двигаться к цели, добиваться нужных результатов. Отчет главы региона принят большинством голосов депутатов Законодательного собрания области. Выступление Дениса Паслера парламентарии назвали содержательным и достаточно откровенным. Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться области в 2020 году, были отражены в докладе. И главное – это, конечно же, коронавирус. Общественники сошлись во мнении, что Оренбуржию еще предстоит преодолеть все его последствия. Наталья Мороз, Семен Воробьев, Игорь Бероев. Новости дня. А теперь о погоде в Оренбуржии. Резкое похолодание уже ощутили жители области. Синоптики отмечают, что выходные тоже будет свежо. Местами ночная температура снизится до плюс 7 градусов. Не исключены дожди. Подробнее о капризах погоды нам рассказали в областном гидрометцентре. В выходные сохранится переменная облачность. Ночью без осадков. А вот днем в восточной части области возможен кратковременный дождь с грозой. Атмосферное давление повышено. Метеозависимым людям стоит внимательно отнестись к своему здоровью. В субботу осадков у нас не ожидается практически. Мы будем в восточной периферии антициклона. Давление у нас начнет расти. Но будет также еще прохладно. То есть температура дневного также будет в пределах 22, 27, 23, 28. Ночные еще холоднее. 8, 13, 10, 15 в этих пределах. В воскресенье температура по области начнет медленно подниматься до плюс 20 днем и плюс 17 ночью. В восточных районах Оренбуржья ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. В начале следующей недели будет жарко и ветрено. О спорте. Футбольный клуб Оренбург начал подготовку к новому сезону. Наша команда проводит тренировочные сборы в Австрии. Отпуск у футболистов получился короткий, меньше месяца. На прошлой неделе началась обычная для межсезонья работа. Большая часть команды собралась, прошла медосмотр и отправилась на выездные сборы в Австрию. В этот раз обстоит не так, как обычно, в несколько этапов. В связи с продолжающейся пандемией вся предсезонка пройдет в одном месте – в маленьком городке Фёзендорф, пригороде Вены. Там команда проведет без малого месяц. Первые дни проходили во втягивающем режиме, пока идет восстановление физических кондиций. На фоне нагрузок состоялся первый контрольный матч с чешским клубом «Фридек Мистек». Результат не ставился во главу угла. Важно было разбегаться, вспомнить игровые связи. Оренбуржцы владели территориальным преимуществом, атаковали с флангов и по центру, но не забили. А чехи использовали один из своих немногих шансов и поразили ворота Гошева. Эта игра хорошо входила в тренировочный план, только, конечно же, по результату я недоволен. Но что ходит о работе на поле, как бы физическом, это хорошо. Но потом все такие нюансы тактические и технические. Это как бы третья чешская лига, вы видели, умеют играть в футбол, играют очень агрессивно, не боятся играть с мячом с игроком на спине. В нашем составе на поле выходили как хорошо знакомые игроки Малых, Бреев, Айволе, так и потенциальные новички Политаев, Шабалин, Галанин. Времени наладить игровые взаимодействия немного, но есть. Следующий матч в воскресенье с венгерским Молом. Всего на сборах запланировано 6 контрольных встреч с клубами Венгрии, Чехии и Словакии. Анатолий Юденич, Антон Полянский, Новости дня. Это все Новости дня. Вернуться к обзору этой и других программ ОРТ вы можете на сайте media56.ru. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде не только». До встречи в эфире!